Всем привет! Сегодня в видео я хочу показать процесс ретуши вот такой фотографии. Эта фотография мне очень нравится, она выглядит чистой, интересной здесь, total light look, и это выглядит стильно. И что я хочу подкорректировать на этой фотографии? В первую очередь я хочу сделать цветокоррекцию, поработать с кожей лица модели, улучшить некоторые детали фотографии, убрать лишние волосы здесь, немножко прогладить одежду и возможно что-нибудь еще. Как всегда я буду придерживаться того стиля, которого придерживаюсь в своем портфолио, а именно буду сохранять естественность и натуральность. И давайте сделаем цветокоррекцию. Вот так выглядит фотография на данный момент и я сразу хочу доработать ее точечно, а именно убрать паразитные оттенки с цвета костюма. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такой получился результат. Мы убрали желтый оттенок с костюма и немножко с фона. Дальше я хочу немножко доработать форму прически. Я сделала форму прически более симметричной. А теперь давайте перейдем к основной части ретуши. И ретушировать я, как всегда, буду при помощи своей панели. Тут есть три варианта. Частотного разложения, дочинберн, усиление резкости и много других инструментов, которые позволят вам доработать разные детали фотографии. Чтобы ознакомиться с преимуществами панели подробнее и приобрести ее, переходите по ссылке внизу под видео. Вот. Если вы цените свое время и хотите ретушировать быстрее и при этом не терять в качестве, уверена, вам понравится. И сейчас я буду работать в частотном разложении. Я работаю с вторым вариантом частотного разложения из трех представленных у меня в панели. Для того, чтобы быстро проработать неровности тона кожи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь я хочу доработать выбивающиеся волосы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Также я хочу через частотное разложение немного прогладить одежду. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так изменилась одежда, вмешиваюсь я в нее тоже без фанатизма, только в какие-то очевидные вещи, потому что когда на вещи есть вот такие линии, полосы, заломы, это нормально. Если бы потозы меня попросили прогладить вещь еще больше, я бы, конечно, это сделала, но так как фото идет в мое портфолио, этого делать я не считаю нужным. Опять же, так как фото идет в мое портфолио и это не клиентская съемка, я хочу немного поработать с пропорциями. Если вы работаете с клиентской съемкой, то нужно очень аккуратно вмешиваться в пропорции, так как клиент может себя не узнать и ему может не понравиться результат. Но если съемка с профессиональной моделью и вы ее используете для себя или, например, для рекламы и заказчик не против, то в пропорции вполне можно вмешаться по своему вкусу. Допустим, вот так. Кстати, хочу немного поделиться своими мыслями и своим видением. Эта фотография сделана в стиле фэшн. Здесь модель с интересной внешностью, интересный образ. Вся фотография такая чистая, без лишних деталей, на белом фоне, в полностью белой одежде. И если ретушировать ее в таком кукольном коммерческом стиле, будет чувствоваться такой диссонанс. И это будет бросаться в глаза. Поэтому на этой фотографии я и решила сохранить синячки под глазами, вот эту вот тенюшку. Я не стала делать идеальным вот эту линию роста волос. То есть это как, например, с пластической хирургией или косметологией. В идеале, если что-то изменено, оно не должно бросаться в глаза и должно выглядеть натурально. То же самое и с ретушью. Должны быть видны какие-то изъяны, маленькие недостатки, несовершенства. Тогда фотография будет выглядеть актуально, профессионально и в стиле глянцевых изданий. Теперь я хочу поработать с деталями. И в первую очередь мне нравится сияние кожи модели. И давайте его усилим. Сделаем мы это с помощью экшена нажатием одной единственной кнопки. И вот так изменилось фото. Также давайте усилим резкость фотографии. Как всей фотографии целиком, так и отдельных ее частей, которые я выберу. Вот. Здесь я хочу пройтись вдоль границы между моделью и фоном. Дальше я хочу сделать глаза более выразительными. Опять же с помощью экшена. Вот так я просто прохожу с белой кистью по радужке глаз. И они выглядят так. Теперь давайте поработаем при помощи Dodgen Burn. Во-первых, я хочу исправить один небольшой момент, который я заметила. А именно чуть-чуть доработать вот здесь глаз. Убрать капилляр. Также я хочу немного доработать блики. А также хочу сделать более темными брови и ресницы. Совсем немного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Давайте немного усилим блеск волос. Опять при помощи экшена можно пройтись кистью в тех местах, где уже есть блики. Все делаем аккуратненько, без фанатизма. Это можно даже немножечко размыть. Теперь я хочу попробовать, как будет смотреться один из моих экшенов. А именно экшен, который повышает контрастность фотографии. Вот так стало выглядеть еще интересней, на мой взгляд. И этот эффект подходит к этой фотографии. Давайте посмотрим, как будет выглядеть бледная кожа. Вот так я, пожалуй, и оставлю. При создании этой фотографии использовались источники с холодным и с теплым светом. И мне не очень нравится, что волосы вот здесь выглядят более холодными, чем, например, тут. И сейчас я это исправлю. И вот так выглядит гармоничнее. Обратите внимание, маленькая мелочь. Но после вот таких корректировок фото выглядит значительно лучше. И я хочу еще раз зайти в цветокоррекцию и покрутить разные фильтры. И посмотреть, что еще здесь можно сделать. И вот так теперь выглядит фотография. Она стала более текстурированной. Также я добавила шумы. Немного изменила оттенок красного. И чуть-чуть покрутила другие стандартные настройки. Только что я зашла в Camera Raw и сделала сплит-тонирование в зелено-пурпурные оттенки. И так мне нравится еще больше. Вот если вы обратите внимание, тут есть еле уловимая разница. Но теперь фотография стала выглядеть интереснее. Кстати, очень важный момент для всех, кто обучается ретуши. Не бойтесь экспериментировать и пробовать. Крутить ползунки, тестировать. Именно так вы получите тот самый опыт, который позволит в будущем видеть все эти тонкости. И давайте посмотрим на до-после. Фотография все так же выглядит натурально. Кожа выглядит живой. Но общее впечатление от фотографии намного приятнее. Если вы сейчас находитесь в поисках обучающих курсов по ретуши и хотите получить комплексные знания и много-много интересной практики, тогда переходите по ссылке внизу под видео. Уверена, вам понравится. Спасибо вам за просмотр. На моем канале вы найдете много интересной информации для ретушеров и фотографов. И в будущем такой информации будет еще больше. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь и до встречи в новых видео.